До открытия художественной выставки в фойе детской школы искусств считанные минуты. Все картины уже развешаны, осталось самое малость прикрепить таблички с именами авторов. Впервые выставка «Широкая масленица» была организована в прошлом году, и можно сказать, что это новая школьная традиция. Юная художница Полина Козеева с удовольствием рассказывает о своей работе. Масленица. Что там еще изображено? Там еще стол и собачка, которая смотрит. Когда зиму проводят, на огонь смотрят. А скажи, тебе кто-то помогал рисовать, или ты все сама? Все сама. Выставка имеет и некоторые элементы конкурса. Непосредственно в экспозиции можно увидеть лишь чуть более двух десятков работ. Их отобрали из более чем двухсот рисунков. При этом важен не уровень мастерства, а способность передать настроение. Так как в Масленице праздник очень веселый и красивый, все дети воспринимают его, конечно же, по-разному. И задание именно так и звучало, как название выставки «Здравствуй, Масленица». Соответственно, дети как ее увидели, так ее и изобразили. После открытия выставки прямо в фойе детской школы искусств началось интерактивное представление «Здравствуй, Масленица». Большинство выступающих из фольклорного ансамбля «Незабудки» — это первоклассники шести-семи лет. Глядя, как слаженно выступают мальчишки и девчонки, ты не подумаешь, что программу маленькие артисты подготовили в кратчайшие сроки. К сожалению, времени нам на подготовку выдалось совсем немного, потому что недавно у нас прошел отчетный концерт святочный. Мы показывали святки, все, что происходит на святке, все песни, танцы, игры святочные. Поэтому и «Масленица» в этом году выдалась очень ранней. Ну, что успели, подготовили. Сольными номерами выступили участники фольклорного коллектива «Смородина». Арина Стромова — опытный исполнитель. В ее репертуаре более 40 песен. Тем не менее, Арина признается, что появление на публике для нее — всегда повод для волнения. Мне здесь очень нравится, и тут отличные преподаватели. И вот когда я выступала, я немного волновалась. Но с поддержкой, конечно же, было, ну, сказать, хорошо выступила. Закончилось выступление коллективов игрой со зрителями. И приняли в ней участие не только дети, но и взрослые. Масленичная неделя только началась, а значит, впереди нас ждет еще немало интересных событий. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видно этого.